А ты что любишь, по длине или по короче? Я по длине. По длине любишь? Да. Ничего не знаю, ничего не хочу, сижу, бухаю. Слушай, я не дома Кубе был, это значит ты была там. Я считаю, что сейчас нужно максимально рисковать, жить для себя. Ну, последний раз, как раз таки, был муд месяц назад, был один художник, он проводил эксперименты с мочой. Ну, такой, да, парень был, заводной. Запах это понятно, но что не сделаешь ради эксперимента. Ты тоже потно-грязного. Тебе как, честная или нечестная? Ты программист? Да. Ну, на каком языке пишешь? Курс молодого лизуна. Скоро буду сдавать на черный пояс, степень уже высокая, сейчас вот буду как раз на тебе защищу свой черный пояс. Все, как добровать? Слушай, что-то как-то далековато, ты живешь, конечно. Ну, мы с тобой договорились, что ты приехала. У меня просто времени мало. Так, честно, пересечься, пообщаться. Понять, какая ты. Ну, что, рассказывай, что на сайте знакомств ищешь? Тебе как, честно или нечестно? Ну, ты можешь нечестно. Могу нечестно. Ну, это же будет неинтересно так. Честно, давай. Давай открыто разговор устроим с тобой. Слушай, я не знаю, типа, как-то мало нормальных мужиков. Все какие-то просто охреневшие на самом деле. Честно попадаются. Ну, не знаю, типа, в ресторан никто не зовет. Типа, все какие-то просто, типа, а-ля, зарабатывают 30 тысяч и живые мамки. А ты что, хочешь, типа, ну, на первом свидании в ресторан или что? В смысле не зовут? Или когда ты уже, типа, в отношениях или, там, второе, третье свидание? Слушай, ну, я считаю, что, типа, девушку можно с первого свидания привезти в ресторан. Ну, это сугубо моё мнение. С первого свидания? С первого свидания. Так, хорошо. То есть, мы познакомились с тобой, да, на сайте, типа, мы сейчас встретились. То есть, я должен тебе ресторан. Ты кушать хочешь? Ну, честно, да. Официально не ела, короче, да, готовилась на свидание. Нет, такого не было. Ты же уже опытная, знаешь, что тебя не зовут в ресторан. Нужно было племешей там захалывать дома, чтобы сыты было. Ну, племени не ешь. Не ешь? Нет. Ну, смотри, я как думаю. Если бы, допустим, мы с тобой вживую познакомились, ты бы мне понравился, я бы позвал тебя реально на свидание. Да, в этом случае, конечно, там цветы, там, типа, ресторан можно. А поскольку мы с сайта знакомств, да, там состыковались, то у нас в первой встрече вдруг ты бы страшнее пришла, чем на фотке и так далее. То ознакомительно, так скажем, да, мы должны пообщаться, понять, а уже потом можно покушать. Ясно. Что ты скажешь? Нет, ну, как бы, знаешь, типа, у меня фотографии, они почти что не ретушированные. Это как в инсте, знаешь, в инсте, блин, девчонки по одному выглядят, приходят там потом, а в жизни по-другому, как бы, да? Ну, я не сомневаюсь, но парни тоже такое есть. Ну, естественно, естественно. Это у всех есть, естественно. Вот, ну, поэтому я считаю, это какая-то знакомительная встреча. Ну, так а что ты говоришь, мужики, там, типа, жадны туда-сюда, а ты какого ищешь, типа, щедрого? Ну, блин, знаешь, то, что щедрого, скорее, просто состоявшегося человека, который знает, что он хочет в жизни. Ну, потому что многие просто не имеют каких-то определенных целей, и они вообще, ну, скучно, неинтересно, и, как бы, с ними ничего даже обсудить, по сути. Ну, хорошо, показатели вот этого, то, что мужчина состоялся, какой для тебя? Ну, то, что он зарабатывает нормально. Ну, нормально сколько, 50 тысяч, наверное? Нет. Нет? Сколько? 60-70? Ну, вообще, нормальный мужик, я считаю, должен зарабатывать от 150, кстати. От 150? Да. Ага, я понял. Да, хорошо, то есть, короче, ты ищешь мужика, чтобы он зарабатывал, типа, 150 и выше, да? Угу. Что там у него, почила должна быть? Ну, тачка, естественно. Тачка, какая тачка, да? Ну, вот у меня есть какая-то малышка. А, ну, вообще, мне нравится Porsche. Porsche. Ага. Ну, вот, и, допустим, мы с тобой встретились, ну, вот, у меня такая машина. Не Porsche, явно. Ну, я, в принципе, могу сюда значок приклеить. Porsche. Ну, как видишь, я в нее села. То есть, все ништяк, да? Ну, тебе интересно стало там, да? Слушай, ну, я определенно не хочу ездить по метро, общественному транспорту, потому что мне, как сказать, противно бывает с кем-то находиться вот в одном помещении, потому что мне не любят с работы, все потные, грязные. Мне просто, ну, невыносимое, поэтому, и нет, и не работаю. Нет, не, я имею в виду, это тоже потно-грязное. Нет. Ага. То есть, ты, короче, такая едешь, в метро «Белоснежка» всего нет. Ну, есть такое, да. Ну, я говорю, что, типа, все. Но просто есть определенные персонажи, которые мне напрягают. Угу, я понял. Так, окей. Что ты можешь дать, допустим, такому мужчине, у которого есть доход хороший, да, и так далее? Что, чем ты его можешь порадовать, короче? Ну, собой. Ну, кроме своей красоты, понятно, что ты классная девчонка, там красиво, все дела. Ну, маникюруйте вообще ништяк. Ну, слушай, как бы с таким маникюром мне, допустим, сложно мыть посуду, убирать, типа-то всего доброботницы сделать. Да, подожди, а сейчас это к чему ты говоришь? Ну, к тому-то, что... Типа, что ты доброботница должна? А, наверное, поэтому мужик должен много зарабатывать, да, потому что ничего делать не будешь, что-то. Ну, как сказать, я могу, но я не хочу, мне это не нравится. То есть, условно говоря, я занимаюсь собой, возможно, каким-то своим хобби. Так, а что за хобби у тебя? Я рисую. Рисуешь? В картине, да. Ты, наверное, ногтем мочишь в краске, и ногтем так красно? А иногда бывает, да. Бывают? Из разной техники рисования. Ты только ногтем рисуешь или чем-то другим? Нет, еще, представляешь, кистями можно рисовать. Кистями рисовать? Углем можно рисовать. Ну, просто, знаешь, есть такие, типа, художники, которые с вами половыми органами, короче, рисуют. А, я слышала про такие. Слышала? Ну, мало ли, может, там на шпагат становишься, краска бакнула. Ну, был один художник, он проводил эксперименты с мочой, например. С мочой? Да, он взял четырех людей, и у всех был свой разный рацион, они пили разное количество воды, и потом, получается, у него были краски на основе меди, и медь вместе с мочой окисляется и дает очень... Запах, да? Ну, нет, это дает очень интересные оттенки. То, что запах, это понятно, но что не сделаешь ради эксперимента. Ну, это да, я понял. А если человек, который будет мачу давать, у него там цистит, еще что-то, еще красочнее будет, да, там, типа, мачу открою, и там, желто-красно, да? Слушай, блин, я не уточнял этот вопрос, но если тебе интересно, то можно проверить. Ну, я так часто уже угораю. Так, хорошо, короче, ты, давай, вернемся к теме, поскольку немножко уже отклонилась. То есть ты мужчине быт не дашь, то есть он должен нанять там кого-то, чтобы там готовили, убирали и так далее, правильно я понимаю? Да. А ты, что, ну, помимо своей красоты, там, помимо каких-то прелестей, там, где-то под одеяльцем, что ты можешь, ну, как-то, тему поддержать или что? Ну, конечно, типа, я даю поддержку, так, тепло, заботу, я, ну, получается, занимаюсь нашими отношениями, потому что, ну, как я буду ими заниматься, если буду все время работать? Ну, у меня просто не хватит сил, я буду забивать брюшка. То есть ты не работаешь, да? Я не работаю. Кайфуешь. Кайфуешь, я, видимо, это прослушал. Короче, ты кайфуешь. Ну, у меня есть свои источники заработка, но я никогда официально не работала. Ага, что за источники, то есть не секрет. Они все легально, не переживаю. Легально, так, здесь подкинут по блатам, подкинут, нет? Ну, можно и так сказать, но я занимаюсь, ну, во-первых, определю картины, вот, во-вторых, я занимаюсь тоже рисованием, ну, типо, графическим дизайном сцена, чего-то такое. Конечно, ну, в какой программе работаешь, ну, в-первых, графический дизайнер? Иллюстратор, фотошоп, фигма. Я понял. Окей, ладно. Ну, а что, давно ты без отношений? Слушай, где-то год с чем-то, просто, знаешь, у меня бывший молодой человек, он, например, не работал. И, то есть, он вообще почти ничего не зарабатывал, и, получается, мы жили на мои деньги, поэтому, типа, я сейчас не приемлю такого, чтобы, как бы, была такая же ситуация в моей жизни. Я понял, потому что не хочешь то же самое, что было, да? Ну, да, полностью поменял свой, вообще, ну, как, так сказать, жизненный взгляд, позицию, то, что так не должно вообще быть. Поэтому, блин, нет, если мужик безработный, то какая-то херня. А чего он не работал? Слушай, ну, во-первых, он лечился постоянно, какой-то херня, вот, у него были балкотодолка, затяжная депрессия. Ну, допустим. Может быть, конечно, это такой вопрос тебе, но кем ты работаешь? У меня бизнес небольшой, свой. Что за бизнес? В сфере IT. IT? IT. Прикольно. Ты программист? Да. Ну, на каком языке пишешь? На языке программирования. Мне кажется, ты мне брешь. Почему? Ты знаешь языки программирования? Ну, какие-то знаю. Например. Ну, я не говорю, что я, как бы, пишу на них. Я, условно говоря, знаю, допустим, ну, разметки языка, типа HTML, CSS. И я знаю JavaScript, это frontend, как бы Java, то есть Swift, Kotlin. Ну, ты разбираешься, просто сечешь, я смотрю вообще конкретно. Ну, типа, я бы, допустим, хотела парня-программиста, потому что программист сейчас вообще в доме. Ну, естественно. Я просто работала с программистами, поскольку, типа, я дизайнер. Я понял. Ну, а так еще по мелочи всякие курсы прохожу. Вот, недавно, короче, проходил курс Кэмэйл. Кэмэйл это что? Курс молодого лизуна. Скоро буду сдавать на черный пояс. Да? Прикольно, какая у тебя степень. Ну, я сейчас, степень уже высокая, сейчас вот буду как раз на черный пояс идти. Понятно. А какой твой вообще заработок в среднем? Ну, как бы, что для тебя, вот, как ты вот, ну, живешь вообще? Тебе комфортно или ты хотел бы получше? Ну, денег много не бывает, как бы, да? Ну, это да. Даже если ты будешь пятихат заработать, тебе будет мало, да? У тебя аппетиты будут растить, тебе нужно еще. Стремиться нужно всегда к большему, да? Даже если лям, два ляма будешь получать все равно, надо еще. Вот, естественно. Но у меня заработок сейчас 200. Угу, поняла. В принципе, комфортно, но не предел мечтаний. Ну, ты да. А ты вообще как? Сам живешь с родителями? Ну, у меня своя хата. Даже две хаты. Дача есть еще в Новой Москве. Никогда там не была. В Новой Москве? Вообще. А где вообще бываешь, как ты свой досуг проводишь? Вообще, что ты делаешь по жизни? Развлекаюсь. Развлекаешься? Ну, как-то я не занимаюсь, типа, искусством. Ну, все это хипно, типа, дизайном. Я отдыхаю, там, с подружками в клубе или ресторане. Кальян люблю курить. Кальян люблю курить, да? Еще что? Ну, помимо таких развлеков, что-то вообще интересует тебя что-то вообще? Там, не знаю, может, ты книги читаешь, на выставке ходишь, в театр ходишь, что-то не будет. Ну, танцами занимаюсь. Чем? Танцами. Танцами. Где танцуешь? На барной стойке в клубе? А, и там тоже, но я... Там тоже танцуешь? Да. Слушай, я не дома в клубе был. Это, по-моему, это значит, ты была. Там девчонка просто танцевала, так как копытами. И, короче, упала, бухая. Челюсть сломала. Не, не ты была? Ну, кубеишь, мочилить, не сломано. Ну, может, там подправили. Я занимаюсь в основном хип-хопом. Хип-хопом? Угу. Танцами в стиле хип-хоп? Да. Ага. А что, поешь, может, еще что-нибудь рэп читаешь? Ну, я, типа, пишу стихи, вот все дела. А, ну, это, знаешь, как копия, то есть... Ну, давай, прониматься, зачитай что-нибудь. Ты из своего? Да. Ну, окей, без проблем. Тебе что-то длинное или менее короткое? А ты что, любишь, подлиннее или подкороче? Я подлиннее. Подлиннее любишь? Да. Ну, знаешь, подлиннее. Хорошо, значит, будет подлиннее. Ну, просто, мол, ты устанешь слушать, я не знаю. Ну, ты начни, а там какой толстый текст или уменьшенный, так сказать? Ладно, читай. Ну, форматированный, как бы. Не знаю, ну, типа, сейчас тебе покажу, скажешь, ты достаточно толстый текст для тебя? Или он слишком тонкий? Ммм, прости меня, я ненарочно, оставлю слезы у дверей. Мне о любви писать дотошно, и долго мучаюсь я с ней. Кто думал то, что недостоин объятья утром, том над взглядом? Кто думал то, что упокоен, бессоннести полночных яд? Сколько бессмысленных дебатов над эту тему провели. Кричали люди, нет любви. И тут я с ними соглашусь. Но что я вру, не поклянусь. И говорить я не хочу, что я отчаялся совсем. Но нефреем было мало. И я построил вифреем. Где все нашли, что очень надо, но не остались без проблем, Что изобилие их сломало душевно-ценностный тенден. И не поймёшь, что вас терзало мораль, обида, желчь вины. И понастроили гаремы, как будто были влюблены. Но не в этом крылась суть затеи. Не сам попал в подобный клиент. Среди всех этой ахинеи найти свой личный феномен. Очень круто. Спасибо. Я думаю, только ты в стиле рэпа прочитаешь. Знаешь, ты в стиле просто прочитаешь. Ну, я типа... Истека Пушкина там. Я думаю, уже в битбок забацать, там что-нибудь такое. Перебиваю. Я типа спешу свою песню. Угу. Это типа, ну как проект только получается. Я там плачу ребятам, чтобы они мне там подогнали всё. Хочешь попасть в Black Star? Ну, не в Black Star, конечно. Я просто не строю каких-то, знаешь, типа, ожиданий. То, что я типа буду, короче, ну сделаю Фейсборгенштерном и так далее. Или там не сказало Мерлова, выходи за меня. Типа, такие крутые песни. Но я стараюсь продвинуться, потому что у меня довольно-таки стиль. Ну, он не совсем обычный. То есть я бы назвала его таким... Драматично попсовым, не знаю. Как? Куда мы сейчас поедем? Ну... Просто я как бы кататься устала уже. Кататься устала уже, а что ты сидишь, кайфуешь. Мы общаемся. Ты читаешь стихи, я слушаю. Твоё творчество вообще просто... Вообще классно. Да, но было бы круто бы за ним присесть. Например? Ну, какие-то из ближайших места. Макдональдс. Ты ешь Макдональдс? А ты что, нет? Нет. Почему? Ну, дешманская еда. Типа, это вредная. Вредная еда. Так. А где ты кушаешь? В каких-то определенных ресторанах? Ну, последний раз я была в White Rabbit. Ну, я такое не знаю. Это на Смоленской площади. Ага. Короче, ты по люксовым местам когда ходишь? Ну, да. Что там, тебе угощали? Ну, вообще да. Вкусно было? Ну, довольно-таки. Ты, наверное, много наела? Побольше. До следующего свидания, да? Чтоб хватило. Прот написано. Черт. Не, ну, смешно шутишь. Очень. Да, тебе нравится. Отлично. Я колькую. Видишь это. Курсы прохожу по Лизуну, да, как-то. Шучу. Остроумием тебя сразил. Что дальше? Ну, помимо остроумия, что-нибудь еще же будет. Ну, бабу зарабатываю, бабу рублю. Короче, все. Я как... Твой идеал прям, да? Ну, давай, смотри, если... Ну, как бы в два поедем там, например, в Чихань. Знаешь, такое место? Чиха? Ты любишь японскую куку? Нет. Не любишь? Слушай, ну, вообще терпеть не могу. Больше по европейской. Там итальянская кухня какая-нибудь французская. Итальянская, французская? Ну, окей. Мы ближе к сути. Ну, в принципе, если хочешь, давай куда-нибудь на руман съездим. Ну, что, мы поедем? Да. Слушай, я же говорил тебе, это самая, у нас первая встреча, так скажем, ознакомительная. Давай, если... Убоюдные есть желания, симпатия. В следующий раз там встретимся. Тоже со временем не очень. И можно. Ну... И же ты именно... А, ты именно, типа, по кошке пришла, да? Типа, все-таки... Все-таки к этому сводится. Я планировала, да. Я думал, что уж более-менее, как бы, да, разговор зашел. Нормально. Просто сказал, обозначил, что там уже такие попадаются, что... Можно избежать. У меня сейчас, короче, ну... На расчетном счете блокировка, там, знаешь, расчетный счет, она-то блокирует. Поднимаю. Да, у меня фирма, и, короче, замороженные средства. Не совсем есть. Лавэ, так. Но если, ну, когда разморозят, в принципе, можно сходить, и... Если симпатия, то что-то... Потом я тебе как раз... На тебе защищу свой черный пояс. После рестристика. Блин, слушай, чувак, это, конечно, все круто, это история с черным поясом, но мне, как бы, такое, ну, немножко... То есть тебе, принципиально, короче, нужен ресторан. Ну, да. Получается. Нормально ехал-ъехал, разговаривали, и все равно... Но принципиально ресторан. Да, это принципиально. Ну, у меня сейчас есть свободные средства, только чисто там, ну, в Макдак заехать, там, кофе купить, там, если есть интерес, в принципе. Ну, мне такое не подходит. То есть именно исключительно кушать. Да. То есть без еды, короче, ты парней отшиваешь, получается, так? Ну, да, знаешь, там, всяких на Ки, вот, все... А, все-таки, ну, хорошо, хоть ты до этого ничего про Киа не говорила, ехали, вроде, нормально. Да, вот, поэтому давай, мы установим машину, я выйду. Все, принципиально ты обойдешься, да? Да. Да, я не представляю свое время. Без рейстика нет ничего больше, да? Угу. Окей. Чувак, я тебя высажу где-нибудь сейчас тогда. Да, да. Доберешься отсюда? Или я тебя подвезти, что? Да, доберусь как-нибудь, знаешь. Доберешься, окей. Ладно, здесь я возле гаражиков. Ммм, как мило. Или все-таки подумаешь, и мы нормально потом встретимся? Нет, чувак, слушай, это реально не по мне. Удачи тебе с мечтами, давай. Друзья мои, вот такой вот получился ролик. Обязательно напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok